Очень-очень сильно я наладила отношения со своей мамой. Мне иногда просто бывает очень сложно. Действительно, за этот год очень много всего осознала. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Сегодня я снимаю разговорное видео и хочу посвятить его итогам 2019 года. Этот год был для меня действительно очень интересным, насыщенным. Я очень сильно поменялась за этот 2019 год и сделала много-много выводов. И сегодня всеми историями, историями из моей личной жизни, моментами, о которых вы не знали обо мне, я хочу поделиться с вами. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Повторюсь, в сторис я выкладывала историю, где задала вам вопрос, хотите ли вы видеть такое видео, где узнаете очень много всего обо мне, где я поговорю с вами о душах, расскажу о некоторых секретиках и в конце концов подведу итоги этого года. И огромное количество людей проголосовали, естественно, за положительный вариант, поэтому я снимаю это видео, вы его ждали. Надеюсь, что это не последнее видео в 2019 году, и я постараюсь снять ещё какой-нибудь новогодний ролик, но почему-то вдохновение снимать. Огромное количество новогодних роликов у меня было в начале декабря, да, как вы заметили. А под конец декабря что-то у меня маловато новогодних роликов, но ничего страшного. Если вы не видели эти видео, то можете перейти на мой канал и посмотреть, чтобы у вас поднялось новогоднее настроение. А я желаю вам приятного просмотра, давайте наберём 50 тысяч волшебных пальцев вверх для того, чтобы 2020 год у вас был самый-самый лучший по сравнению со всеми остальными годами, и чтобы вы вообще были самым-самым счастливым человеком. Ставь лайк, и все твои мечты обязательно сбудутся. А я вам желаю приятного просмотра, мы можем начинать, поехали! Начну я, пожалуй, с самого главного, то, что в 2019 году я очень много тусила. Я даже не знаю, как это можно назвать, но я раньше общалась с определенной компанией, я к ним очень хорошо отношусь и по сей день, но с ними я очень часто тусила, и не скрываю, да, были моменты, когда я пила алкоголь, и сейчас я это все осознала и поняла, что так делать лучше не надо, и я думаю, что многие видели какие-то ролики, да, постоянно тусила в секрет-руме, в варке, в варенье, господи, какие клубы я только не посетила в свои 16 лет, и тусила я очень-очень-очень-очень-очень-очень много. Приходила домой под утро где-то в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра, просыпалась в 4 часа дня. Это был самый ужасный и мерзкий режим в моей жизни, я тогда думала, что типа, блин, мне так нравится тусить, для меня это все стоит на первом месте, и очень редко забывала, да, заметьте, редко даже снимать ролики. Бывало такое, что, блин, у меня вечером тусовка, мне надо съездить на макияж, лучше я туда поеду, вместо того, чтобы снять ролик. Хотя снимать видео я тоже очень сильно люблю и любила на тот момент. И что я поняла со временем? То, что так делать не нужно, можно ходить, да, на какие-то тусовки, общаться с ребятами, но не увлекаться с этим, потому что, блин, клубы, я еще успею все это пережить не один раз. Сейчас у меня есть вы, и самое главное, это первое, насчет чего я сейчас с вами говорю, мне не нужно было постоянно тусить, не нужно было ходить по клубам, и это первая вещь, которую я осознала. И это тоже как первый итог за 2019 год, потому что раньше я очень много времени уделяла тусовкам. Очень часто ходила на дни рождения тех ребят, которые меня звали просто ради того, чтобы пообщаться, и тратила огромное количество денег на дорогие подарки. А сейчас я понимаю, что если они, как бы, да, меня зовут, то не обязательно, как бы, выпендриваться и приносить дорогие подарки. Главное, чтобы пришел ты и подарил свое хорошее настроение. Я это поняла со временем, и, блин, как бы, теперь я понимаю, что сколько бы мне на тот момент не говорили, прекращай тусить, не нужно этого делать, не нужно сегодня туда ходить, не нужно туда ходить. Я не послушала пока самой, мне это все не надоело. Ну и плавно мы подбираемся с вами ко второму итогу. Я очень сильно наладила отношения со своими родителями. Раньше у меня, может быть, присутствовало какое-то недоверие, я не могла обо всем рассказать своим родителям. Очень-очень сильно я наладила отношения со своей мамой, мне стало как-то проще с ней разговаривать, проще находить общий язык. Да, присутствовали такие моменты, когда мы ссорились с мамой, когда мы не понимали друг друга, когда мы практически не обнимались, практически я не целовала ее хотя бы в щеку. А сейчас мы с ней очень часто вместе ходим по каким-то мероприятиям. Я ее постоянно беру на премьеры каких-нибудь фильмов. Иногда бывает, что я даже не хочу брать свою подругу и беру свою маму, потому что с ней себя чувствую более открыто и комфортно. Если вы чувствуете какую-то преграду между отношениями с вашими родителями, то обязательно перешагните через нее, потому что родители вас очень любят, они вас ценят, они никогда не дадут вас в обиду. Если они на вас кричат, значит они хотят сделать как можно лучше. И это я тоже осознала за 2019 год. И я поняла, что родители это действительно те люди, которые всегда будут со мной, которые всегда меня поддержат, которые никогда не дадут меня в обиду и будут всегда со мной. Мне иногда просто бывает очень сложно, потому что мне кажется, что рядом со мной нет друзей, которые действительно могут мне помочь, могут меня как-то поддержать. У меня есть молодой человек, его зовут Андрей. И ему я тоже хочу сказать огромное спасибо, потому что он появился у меня в жизни практически тоже в 2019 году. Бывало такое, что мы с ним не могли наладить отношения, а мы с ним очень часто ссорились. Но сейчас я поняла, что Андрей это тоже человек, который хочет сделать меня как можно лучше, с которым у меня теплые и хорошие отношения. Я очень сильно поменялась за 2019 год, и я не хотела делать это видео таким грустным, просто меня реально эта вся тема очень сильно задела, потому что я действительно за этот год очень много всего осознала. Я поняла, что у меня есть огромная аудитория, которая меня очень сильно любит. И я даже... Вы не представляете, как сильно я вам благодарна. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы меня понимаете. И еще за этот 2019 год я заметила, что я стала более открытая. Я очень сильно поменялась. Я могу быть и одновременно очень сильно злой, и одновременно раскрыться перед людьми или человеком, в котором я точно не сомневаюсь. А также в этом году я закончила школу. Я сдала экзамены, и сейчас у меня будет один год как бы отдыха, когда я могу каждый день снимать видео, заниматься своими делами, вкладывать силы в свое развитие. И мне это действительно очень нравится. Я впервые почувствовала себя открыто, я почувствовала себя действительно счастливым человеком, когда у меня есть мое любимое дело, когда у меня есть аудитория, которая в любой момент может меня поддержать. И я очень рада, что я закончила школу, потому что, честно вам скажу, с самого первого класса школа, блядь, мне вообще не нравилась. Я ненавидела школу, я вам клянусь, потому что вся вот эта вот травля, которая, знаете, иногда могла происходить в школе лет с 12 у меня началась, и продолжалась вот впредь до 9 класса. Учителя в основном не видели во мне ученицу, не видели во мне блогера, у которого все получается, который стремится, идет дальше, не обращает внимания на хейт. Учителя очень часто могли мне говорить якобы, а вот что ты не сделала домашнее задание, у тебя же ролик на ютубе вышел, да тебе какое дело? Естественно, ребят, меня с этого очень сильно бомбило, и вы не представляете, как сейчас я перед вами раскрылась, это просто какой-то капец. Я обещала вам, что сниму такое видео, и это уже, по-моему, третий итог, да, я закончила школу. И именно в 2019 году я познакомилась с длинными ногтями. Странно звучит, но именно в 2019 году я начала делать длинные ногти. Я познакомилась со своим любимым салоном, с которым я сейчас работаю, который делает мне обезбашенные ногти. Вот, например, только вернулась с маникюрного салона, у меня новогодние ноготочки. Вот это первая рука, большой палец вообще блистает, вот это вторая рука. Тут олененок на безымянном пальце, как свитер, ноготочки есть, очень такое крутое, и вы не представляете, как сильно я привыкла к длинным ногтям. И это тоже произошло за время 2019 года. Четвертый итог, который я хочу подвести, ни в коем случае не обращайте внимания на людей, которые не верят в вас, которые считают, что вы ничего не добьетесь, которые не ценят вас, не понимают, да. У меня было такое очень много раз в моей жизни, и я сталкивалась с многими людьми, которые меня не поддерживали, а просто говорили какие-то, знаете, гадости за спиной. Или поддерживали, надевая прекраснейшую масочку на лицо, говоря, ой, Кариночка, какая ты молодец, можешь меня в сторис отметить за спиной, блядь, какая она дура, господи, уберите ее от меня. И нет, ребят, меня это сильно не задевало никогда, просто, знаете, сейчас я, когда подвожу итоги 2019 года, да и вообще, в принципе, подвожу итоги, я в шоке от того, какие люди бывают, я в шоке от того, как у меня меняется моя жизнь, я в шоке от того, что происходит столько всего нового, происходит много новых знакомств, происходит много всего интересного, нереального, и все это можно и снимать, об этом все можно говорить, и я очень рада, что вы у меня есть, и очень рада, что в те свои 11 лет я начала снимать ролики на YouTube, я нашла свою двух с половиной миллионную аудиторию, которая следит за мной, которая меня любит и которая меня поддерживает. Ну и также за этот 2019 год у меня чуть-чуть испортилась психика, я резко, не знаю из-за чего, перестала смотреть ужастики, я перестала слушать музыку, которую я слушала, знаете, где-то, ну, в начале 2019 года, у меня очень долго присутствовала бессонница, вы могли об этом не знать, и сейчас я вам об этом рассказываю, мне казалось, что я кого-то могу увидеть, я сквозь сон постоянно открывала глаза, и мне казалось, что рядом со мной кто-то стоит, но в смысле не казалось, а я думала, перед тем, как открыть глаза, не думайте, что я вообще с ума свихнулась, и реально во всем этом меня поддерживали мои родители, для меня поддерживал мой молодой человек, он замечал, что у меня иногда бывают моменты такие переломные, из-за которых я очень сильно могу расстроиться, моменты просто, которые мне не нравятся, и я могу очень сильно заплакать, я не знаю, из-за чего это происходит, просто я очень много моментов осознала, я хочу сказать вам действительно огромное спасибо за то, что вы у меня есть, у меня есть огромная поддержка, я действительно меняюсь, я меняюсь до такой степени, что мне кажется, что через год еще я себя не узнаю, имеется в виду, что меняюсь я в лучшую сторону, вы не представляете, какой я была, ну, хотя бы года два назад, я в жизни не могла представить, что у меня будут такие прекрасные отношения с сестрой, с папой, с мамой, просто были такие моменты, когда я с ними очень сильно ссорилась, когда мы не понимали друг друга, я обожаю делать приятные подарки, я обожаю делать их своим близким, говорить добрые слова, я обожаю, если человек идет ко мне навстречу, то я буду идти навстречу к нему, и ни в коем случае его не обижу, очень много поддержки было у меня в жизни, очень много недопониманий было у меня в жизни, не очень много людей, с которыми я сталкивалась, которые говорили одно, а делали на самом деле совершенно другое, я бы не сказала, что я стала очень ранимым человеком, но я очень открытая перед людьми, которым я доверяю, с людьми, которым я не особо доверяю, естественно, я веду себя, ну, как обычно, типа, спокойно, перед Андреем, например, перед семьей, я могу спокойно расплакаться, объяснить, в чем проблема, и я считаю, что это нормально, когда у тебя есть близкие люди, которые могут тебя поддержать, и я хочу это донести до вас, потому что я это не осознавала до 15, ёпты, с половиной лет, да, даже, по-моему, больше, до 16 лет, и сейчас, в 2019 году, до меня реально очень многое дошло, и я хочу, чтобы этот ролик прям вот всю жизнь висел у меня на канале, и я каждый раз пересматривала и делала все больше, больше и больше итогов. Также в этом году я очень сильно похудела, я взяла себя в руки и просто питалась правильно, ходила в спортзал, занималась собой и сбросила, по-моему, ну, килограмм 7-8, а потом, блядь, стремительно все эти килограммы набрала обратно. Да, ребятки, вы не ослышались, я похудела килограммчиков так на 8, и, знаете, так стремительно, ну, месяца через 4 обратно их нажрала, мне кажется, это типичная ситуация, да, я думала, что эти килограммы ко мне больше не вернутся, но нет, я очень сильно ошибалась, и после Нового года я собираюсь опять взять себя вот так вот в руки и начать худеть, начать правильно питаться, потому что сейчас я жру как свинья, да, это я тоже, кстати, осознала за 2019 год. Я жру как свинья, я очень много ем, я ем чересчур много, и, блин, хорошо, что у меня хоть более-менее нормальный метаболизм, иначе я бы ходила вот такая вот огромная бочка сейчас, вот, так что... Фу, слава богу, поднялось настроение, и следующую тему, которую я хочу с вами обсудить, это мои траты денег. Я никогда не говорила с вами на эту тему, но я думаю, что многие, может быть, со стороны замечали, что я очень сильно любила тратить деньги налево и направо. Но самое главное, почему я решила обсудить с вами эту тему, я много сливала денег на рестораны, это мой огромный минус. Когда дома лежала охеренная еда, или можно было заказать что-то подешевле, но вкуснее, нет, я ходила по дорогим ресторанам и заказывала себе деликатесы, которые стоили, ну, 5, 10, 15, 20, 25 тысяч рублей. Да, я была жесткой транжиркой, я, естественно, не спорю, что по сей день я обожаю брендовые шмотки, всякие там Луи Виттоны, Дольче Габбаны, я этим ни в коем случае не выпендриваюсь, я просто рассказываю о своих итогах, я говорю конкретно о еде, да. Можно питаться абсолютно любой едой, в каких-то кафешках, да, это будет хотя бы дешевле, но я обожала какие-то прям дорогущие рестораны. Сейчас, естественно, я это все осознала, питаюсь в основном дома, или в каких-нибудь кафешках, где еда действительно очень вкусная. Ну, естественно, не исключено, что я могу сходить несколько раз, полгода в год в ресторан, но не так часто, как это было тогда. Также в этом 2019 году я набила целых 11 татуировок на своем теле, да. Их очень много сзади, на ребре, я уже вам говорила, на руках, на пальцах, где только можно. Я действительно довольна этими татуировками, я не набивала их на отвали, и мне не нравится, ну просто, типа, да, это произошло за 2019 год, не меньше, не больше даже, ну, не за весь год, да, а где-то за месяца три я, может, набила все 11 татуировок. Типа, да, разошлась, и сейчас я поняла, что все тело забивает татуировками, и я не особо горю желанием. Также в 2019 году я съездила в Турцию с Ильей Беловым, это мой хороший друг. Я думаю, вы все его прекрасно знаете, это тоже была незабываемая поездка. Я съездила в Сочи со своим молодым человеком летом, и это тоже была незабываемая поездка. Было действительно много дней, когда я чувствовала себя просто в раю, я чувствовала себя счастливым, защищенным человеком, в принципе, как и сейчас, но на то время я была действительно рада, что меня окружают именно эти люди. Я и сейчас рада, в принципе, да, ничего не поменялось, но как бы я подвожу итоги, вот так. Было очень много поездок, которые останутся в моей памяти на всю жизнь, и я благодарна 2019 году за подаренные моменты, за подаренные отношения, за подаренное общение со многими людьми, за подаренных подписчиков. У меня прибавилось их за этот год на 1 миллион, ребятки, вас стало больше на 1 миллион, даже на миллион с чем-то, и за это я вам тоже хочу сказать огромное спасибо. Также в этом 2019 году я поняла, что у меня аллергия на морских свинок и на хомяков, причем она не такая, что вот у меня рядом стоит морская свинка, бегает, прыгает, занимается своими делами, я начинаю чихать, кашлять, у меня текут слезы, поднимается температура, нет, у меня было по-другому. Когда я брала свою морскую свинку на руки, у меня руки покрывались волдырями, жутко чесались, и мне пришлось, к сожалению, с ней распрощаться, я отдала ее в добрые руки, и отдала морскую свинку своей родственнице дальней, которая очень любит животных, за ними очень хорошо ухаживает, каждый день кидает видосики, как она поживает, чем она занимается, и с ней все очень хорошо. Ну и в завершении этого прекрасного видео хочу сказать, что все люди эгоисты, вы должны двигаться сами, вы должны добиваться всего сами, и я это поняла, да, не только за 2019 год, потому что люди бывают разные, и все они чуточку эгоисты, я не говорю, что я не эгоист, да, каждый человек, даже я в том числе, эгоист, но нужно быть эгоистом в меру, некоторые не видят грани и ведут себя совершенно неадекватно. Очень много моментов произошло за этот год, и я хочу сказать спасибо 2019 году за то, что он мне подарил все эти моменты. 2020 год — это новый век, это новые возможности, в этом десятилетии, возможно, у меня появится ребенок, да, там, когда мне будет, там, ну, 25 лет, хотя бы 26, может быть, и раньше. Поменяется многое в моей жизни, и я обещаю, что теперь каждый год я буду снимать для вас итоги, каждый год подводить эти итоги, чтобы вы могли тоже делать какие-то выводы, чтобы вы могли смотреть за тем, как я меняюсь, и я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы мне подарили такую огромную возможность быть счастливым человеком. У меня такая огромная, любящая меня семья, и я безумно сильно вас люблю. Вы не представляете, насколько вы мне дороги, насколько сильно я счастлива, что у меня все идет хорошо, что у меня все идет так, как я хотела. Надеюсь, что все будет точно так же хорошо. Это были итоги 2019 года, и это, я думаю, даже не все итоги, я половину остальных итогов напишу в свой инстаграм отдельным постом, поэтому обязательно подписывайтесь, ник моего инстаграма вы увидите сейчас на своих экранах, обязательно подписывайтесь, стремитесь к своим целям, не обращайте внимания на хейт, не оглядывайтесь назад и идите просто вперед, несмотря ни на что. В вашей жизни будут как и плохие моменты, когда вам вообще не захочется жить, так и хорошие моменты, которые нужно ценить, и никогда не думайте о плохом, ведь все у вас будет хорошо. Жизнь интересная штука, и нужно успеть попробовать все. Если вы хотите стать блогером, становитесь блогером прямо сейчас. Хотите научиться рисовать, не обращайте внимания на то, что многие вам, может быть, говорили, что у вас это плохо получается, точно так же, как и мне говорили, что ты не будешь блогером, господи, да что у тебя получится вообще, у тебя ничего не получится. Вот, и стремитесь, просто стремитесь, и у вас все получится. Я вас люблю, спасибо вам огромное за все. С вами была Карина, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok